Так, ну, девушки, мы сегодня задержимся с вами не очень долго, но поговорим об очень интересном и важном учебе в жизни всех людей. Тема у нас вообще такая. Откроем секреты любви. Ну, я рассчитывала на то, что придут люди, записавшиеся на тренинг, на вебинар, встретим свою вторую половинку. Вот. И как бы и думала о том, что ведь могут же быть третьи люди, которые уже имеют свои силы. Поэтому и заголовок я не стала ограничиваться и так, а сделала его более широким. Откроем секреты любви. И скажу вам сейчас о том, какую цель ставлю я, как тренер или как психолог. Я ставлю цель себе такую. Может быть у меня вот в микрофоне очень громко включает. Я ставлю для себя цель такую. Ну, во-первых, вдохновить к решению проблемы тех, кому это актуально. Во-вторых, активизировать, как это говорят, или лучше даже сказать активировать, сделать активными ресурсы, именно ресурсы, которые тоже отвечают за умение. Из-за умения влюблять, из-за умения достигать и целей поставленных. А в принципе, если цель поставлена, жить в любви, полюбить. Скажем, вызвать чувство любви к себе, то есть взаимность, это же счастье. Вот эти ресурсы, ну, в психологии так называют ресурсы, а вообще это и внутреннее состояние. То есть это состояние, это и состояние, и образы. Кто его знает? Это, скажем так, в материи подсознания лежат или образы любви, или какие-то, ну, соответственно, сопутствующими этому внутреннему состоянию. Вернее, состоянием всего тела. Ну, потому что состояние влюбленности, вы сами знаете, что мы ощущаем его в каждой клетке своего организма. Любви и влюбленности. Вот такие. Дальше еще что хочу сделать. Дать технику на любовь к самому себе. В общем, как бы вот такие у меня основные задачи, которые я для себя поставила. Это, во-первых, еще раз повторю. Здравствуйте всем. Так, задачи такие. Это вдохновить к решению этой проблемы. К решению проблемы. Это ведь проблема, потому что потребность у всех людей. У всех людей, скажем, с рождения. Любить и быть любимыми. То ли это на уровне инстинктов, то ли это вот та память о любви, которая вот буквально у новорожденного, как потребности в любви и отдавать любовь, в силоденчество идет. Ну, у нас это вот такая потребность есть. Человек отличается тем, и не только человек. И животный мир отличается тем, что он просит любви и хочет любить. И дальше еще, еще раз повторю. Вспомнить ресурсные состояния и активировать, то есть, ну, как восстановить, вызвать к жизни эти активные наши ресурсы, которыми мы и под привлечем в жизнь желаемое. Так. Ну, и обратим вектор любви на себя. Это техника Мелпи, с которой поработаем. То есть, я повторила еще раз, что мы будем сегодня делать. Какой, вернее, цель я поставила для себя. Ну, хотелось бы вообще задать вопрос все-таки. Вопрос такой вот. Что в этой теме или интересно, или вообще, может, интересен, что же это за секрет любви, да? Может быть, это. Может быть, что-то еще. Может быть, вот на что-то хотите пожаловаться. Ну, типа, вот, я бы пожаловалась, например, если бы я попала куда-то такой, что вот никак не могу вызвать в самой себе вот это желание. И знаете почему? Потому что мы привыкаем вообще, как бы, к шаблону жизни. Мы привыкаем, мы претерпелись. Нам вроде бы все нормально и все комфортно. А по сути дела, нашей душе ненормально и некомфортно. Нашему телу ненормально и некомфортно. Вот взяли нас в оборот привычки, что называется, живу один и суетиться не хочу. Понимаете? Привычки взяли в оборот. И по сути дела не дают реализоваться вот этим естественным, самым красивым вообще жизненным состоянием. Состоянием влюбленности, любви, взаимности. И вообще счастья. Вот если кто-то хочет поделиться какой-то своей мыслью, то пишите на этот человек. Я поделилась примером мысли. Вот один из моментов плана. Вот вы читаете, грани любви. Что есть влюбленность, что есть любовь. Ну да, потому что я об этом буду говорить и говорить буду тоже не случайно, потому что в этом мы как бы тоже и откроем, и раздобудим, и вспомним вот эти самые ресурсные состояния любви. Так, давайте я знаете, что сделаю? Я сейчас поставлю свою фотографию. По-моему, так будет лучше. Настройки что-то? Угу. Так. И значит я это сейчас настройки загружаю. Кажется. Вот не то. Ну что, что-то сделала. Угу. Не то. Забыла. Вот что значит, что вдруг нужно заниматься. Да, найти взаимопонимание с мамой. Ведь это же тоже действительно тема любви. Так, ладно, давайте буду продолжать. Хотите сделать это? А, может я и хочу сделать сейчас. Мои очки. Так. Ну еще вот скажу, о чем мы сегодня поговорим. Так, спонтанность и осознанность в любви. Вот, кстати говоря, вот эта вот тема, которая вот там о взаимопонимании с мамой. Ну подойдем к ней, потому что это как раз и будет. Вот я буду открывать этот секрет любви, как бы открытый мной и поделюсь им с вами. Некоторые ракурсы любви к себе рассмотрим. Любовь, как я есть. Любовь, как состояние. Ну и про технику. Это вот я вам поделилась. Ну сейчас я хочу, во-первых, задать, знаете, какой вопрос. Можете вы дать такое определение? Привет, Андрей. Можете дать такое определение, что такое, что вообще такое, ну вообще, что такое любовь? Ну потому что вам нужно сейчас же как-то это вспомнить. Понимаете, когда мы проговариваем словами, что рисуется в голове? Вот в голове ведь рисуется образ, правда? Вот напишите словами, что такое любовь. Ну если не можете своими словами, может быть, можете вспомнить, как вот я, например, тоже вспомнила, как мальчик говорит, а-а-а, папа от меня конфетку спрятал, потому что там последняя конфетка, он хочет маму угостить, а мама сейчас с работы не пришла. Ребенок понимает, что у папы любовь к маме. И она проявляется вот так. То есть, да, любовь, она видна как-то. Вопрос, конечно, интересный. Любовь к себе найти взаимопонимание с мамой. Ну да, как раз вот мы будем сегодня это делать. Хорошо. Еще. Что же такое любовь к человеку? Это восприятие его как части себя. Любовь к человеку как части себя. Очень здорово. Очень здорово вы находите эти определения. Какие сильные образы есть у вас. Восприятие его как себя. Как себя это как? Как себя это как? Со всей душой к нему, родство. Такая любовь, что для него больше, чем даже для себя. Правда? Вот в любви правда? Любви ведь вот это какой-то степени самопожертвование, что ли? Ну, просто это щедрость души. Это вот именно и со всей душой, и со всей боли, и со всей радостью. Так, вот какие вы замечательные люди. Любовь – это очень высокая понятия, она бывает разной. Да. И об этом тоже. Так. Ну, благодарю вас за такие глубокие, красивые ответы. Очень приятные. Любовь – это состояние счастья, творения и творения. Да. Где-то вот тут на днях написалось мной такое стихотворение, которое «Что же такое любовь?» Что же такое любовь? Сейчас, если прям быстренько-быстренько найду. Ну, как бы в стихах я не такой уж ас, крылья вырастают сами, сердце снова случайно. Из глаз застроилась обжигающая, на себя взглянула недоумевающая. Неужели я и прям такая? Что-то так меня поведено. Ну, вот, кто же это я своеобразно ответила на то, что такое любовь? Ну, вот я сейчас вам скажу вот так, насколько близко это, скажем, к научному. Не знаю, не ручаюсь. Но, скажу так, что любовь – это радостно возбужденное состояние всех воспринимающих рецепторов или всех воспринимающих состояний, всех воспринимающих наших частей, скажем так. Вот мне тут вместо того, чтобы прийти, присылают эти, я забыла отключить оповещение. Сейчас я быстренько-быстренько выключу, чтобы самостоятельно мешать. Так, оповещение, так, я выключаю. Так, любовь – это радостно возбужденное состояние всех воспринимающих рецепторов. Ну, рецепторов можно сказать немножко в кавычках, потому что это не только рецепторы кожи, а это, ну, скажем, рецепторы наших глаз, глаза, рады видеть. Это рецепторы восприятия наших ушей, уши рады слышать. Это рецепторы восприятия нашей души. Душа рада даже, пожалуй, обнимать, дарить любовь. Чувства или мысли, мысли рады наполняться, тоже наполняться этим счастьем. Вот все и тело. Все рецепторы, каждая клеточка нашего организма находится в радостно возбужденном, именно приподнятом состоянии. Поэтому и правильно сказано, что как паренье, и крылья вырастают. Это и нега, это и счастье, это и творение. Все верно. Влюбленного человека, скажите, можем мы заметить или узнать? Ну, вот, допустим, там, на работе. Можем предположить или догадаться, или вдруг задать вопрос. Ты случайно не влюбился? Или ты случайно не влюбилась? Да. Почему это видно? По каким признакам? Ну, особый блеск глаз, хорошее настроение, правда? Светится. Мужчины могут даже уловить, наверное, запах феромонов. Говорят, что феромон имеет запах. Этот запах и привлекает. Феромоны как гормоны. Именно вот этой сексуальности, сексапильности и влюбленности. Вообще полноты любви. Гормоны привлечения. По осанке узнаем, по настроению узнаем влюбленного человека. По хорошему настроению, даже по расположению к нам. Правда? Влюбленный человек, он не замечает никаких негативов. Для него вся жизнь прекрасна. И влюбленный, и любящий человек. У него походка становится другой. И знаете, что еще у него становится другим? Интонации другими. И построение высказываемых фраз становится другим. Вот что я тут такое придумала. А сейчас вы, наверное, задумывались, а что это такое? А это вот что такое. Если в обыденной жизни, например, могу сказать, помой посуду, то, будучи влюбленной, скажу совсем по-другому. Я могу сказать, сейчас помою быстренько посуду. И уж по-моему, миссия, что побыстрее. То есть все по-другому. По-другому. Другие интонации. Другое, ну действительно, другое построение высказываемых фраз. Другая мимика. Так, а есть еще такое состояние, которое вообще называется, вот как гранили, любовь. Любовь это, ну согласитесь, что это нечто глубже. И вот как вы думаете от состояния любви, то есть влюбленности, состояния любви, оно какие характеристики еще приобретает? Можете сказать? У меня вообще для вас есть заготовка, очень красивая, в которой как бы и о том, и о влюбленности, и о любви. Или может быть о любви, но как бы с разной гранью. Давайте прочитаем. Мы сейчас с вами вспоминаем и восстанавливаем в себе ресурсы. Вот эти ресурсы активизируем, обновляем. То, что называется психологией ресурсами. То есть вот ресурсные состояния, они усиливают мотивацию к обретению счастья и любви. Любовь это то, что остается, когда уходит влюбленность. Если она есть, то есть она есть, конечно. Любовь остается, когда уходит влюбленность. Ух, как интересно, разграничила он там. Давайте вот сейчас... Значит, это настолько сильное чувство, любовь. Давайте вот я прочту стихи. И я тебя люблю, сказала тихо. Ресница опустила и затихла. И за окном замолкла... Знаете, друзья, дайте еще разок начну. И я тебя люблю, сказала тихо. Ресница опустила и затихла. И за окном замолкла суетасу. Весь мир тревожно ожидает твой ответ. Лишь часики трепещут. Тихо, тихо. И счастье у тебя в глазах шепнуло тихо. Как долго ждал я. Что же ты притихла? Скажи еще. Прочти в глазах ответ. Я тебя люблю. И времени движения затихло. Пусть часики трепещут. Тихо, тихо. Пусть чуть ведут минут, часов и лет. Ты так же жадно будешь ждать ответ. И я отвечу ласково и тихо. И я тебя люблю. Ольга Грибанова из книги «Глоток воды». Ну, Ольга Грибанова у нас здесь сейчас присутствует. Но я не в качестве листья выбрала это стихотворение. А потому что оно вот настолько... Вот о чем вы думаете? Да. Вот. Об этом доверие. Об этой какой-то трепетности. Радости. Желания услышать эти признания. Это взаимным этом счастье. В взаимном счастье. А вот смотрите, какое стихотворение. Вот тоже грань любви. Отрывок из Марина Цветаева. Вы столь забывчивы, сколь незабвенны. Ах, вы похожи на улыбку вашу. Сказать еще. Золотого утра, краши. Сказать еще. Один во всей Вселенной. Вот это тоже выражение любви. Вот посмотрите-ка. Где-то тихо-тихо. Понимаете? Там подстройка, или как лучше, сонастройка друг с другом. Такая, что об этом нужно тихо-тихо. А вот у Цветаевой, у нее восторженность. Она не может сдержаться от этих комплиментов, от этого счастья. Видеть, любоваться, радоваться. Посмотрите, немножечко есть как бы какой-то упрек. Вы столь забывчивы. Ну, кто его знает? Может быть, там пять минут с трудом было выдержать и назвала это забывчивостью. Его появление в себе. И вот как она выразила это. Любуюсь, наверное, тем, как умеет она красиво сказать и околдовать этим. Но это я так сейчас предположила, потому что я же держу еще основную мысль, что мы должны, мы в конце, мы проведем с вами технику НЛП на любовь к самой себе. И вот я поэтому сейчас это подчеркнула. А вот посмотрите, Иннокентий Аннустин. Среди миров, в мерцании светил, одной звезды я повторяю. Не потому, чтобы я ее любила, а потому, что я там не свиструю. И если мне сомнение тяжело, я у нее одно еще одно. Не потому, что от нее светло, а потому, что с ней не надо светло. Вот посмотрите, как много здесь о любви заменяет весь мир. Согласны? Он даже не размышляет на тему там «люблю я, не люблю». Он как будто заменяет весь мир. Потому что с другими я там и не с другими. И не потому, что от нее светло. Он как бы не анализирует даже это. А потому, что с ней не надо света. То есть вот она, этот свет, эта радость. Вот еще. Я как бы не случайно вот это вот все выстраиваю. Вот посмотрите, какая фраза есть. У была та худжава. У была та худжава. «Когда бы вы не спели тот старый романс, я верил бы, что проживу и без вас». Давайте еще разочек. «Когда бы вы не спели тот старый романс, я верил бы, что проживу и без вас». Вот что здесь? Здесь вот вдруг в двух этих фразах как будто два мира. Один обыденный, привычный. Вот верил бы, что проживу и без вас. И другой мир. Она спела так, очевидно, какой-то романс, что вот у меня возникла мысль о том, что это сразу возникла любовь. Вот попадание в какие-то глубокие-глубокие ценности. Очевидно, в ее голосе, в смысле этого романса, который она выбрала спеть, в том, какую душу, как она это спела, какую душу вложила вот в каждую интонацию. Он вдруг как озаренный взглянул на нее, и он полюбил. Это для него как действительно возникший свет. Он думал, что проживет и без нее, он не знал. Но вдруг оказалось, что есть вот такой. Это тоже олег. И это я считаю, что это как-то, это глубоко. Вот немножко вот об этом поговорили. Люблю – это когда, да, это когда, вот как написала Ольга, влюбленность уходит, а любовь остаётся. Какое-то другое состояние очень глубокого проникновения, приятия, признания родным, действительно, второй половинкой. Сейчас хочу вот перейти вот к такому моменту. Сейчас я посмотрю на меня здесь. Или всё же вот сюда, к плану. Пожалуй, на план посмотрю. Спонтанность и осознанность в любви. Вот такая, друзья мои, мне кажется, важная вещь. Вот скажите, любовь, она возникает спонтанно, то есть неожиданно, как думаете? Ну, вообще говорят, что ничего случайного в этом мире нет. Да, бывает, Галина. Вообще все предполагают, что возникает она неожиданно, случайно, как вот песня поётся, когда её совсем не ждёшь. Любовь нечаянно нагрянет, когда её совсем не ждёшь. Я как-то больше придерживаюсь той точки зрения, просто мы не отслеживали никогда раньше ни свои мысли, ни свои запросы. Но вообще, скорее всего, она всё-таки приходит по запросу. И когда этот запрос выражен очень искренне, ну, например, ну вот скажу, как это было у меня, ну, хоть бы появился хоть один, на которого можно было бы положить глаз. Вот я это выразила такими словами, и появился таки тот, на кого положила глаз. Ну, а дальше уже пошло. Кто-то может выразить как-то это по-другому, но главное, чтобы это было выражено искренне. Может быть, ну, это как бы отдельная тема, и тема действительно как бы настоящего полноценного тренинга. А вот у меня вопрос, вот смотрите какой. И осознанность в любви, это знаете о чём? Это, а можно ли осознанно вызвать любовь? Вот как вы думаете? Осознанно это как бы сознание. Это, ну, действительно, осознанно. Не просто что произошло спонтанно, когда совпали все рецепторы, всех составляющих. Ушей, глаз, душевного запроса, ценностных запросов, каких-то ментальных запросов. И вот он появился, отвечающий. И все рецепторы стали радостно возбуждёнными, на крыльях, парящими, творчески, счастливыми. Так что видно всем и окружающим. А вот насчёт осознанности в любви. Можете вы согласиться с тем, ну, как бы я сначала задаю вопрос вам, потому что я хочу, чтобы вы как-то, ну, активизировались, что ли, вот пополнее, пополнее, вот в понимании каких-то вот этих процессов и возможностей. Понимание вот возможностей, наверное, даже правильно сказала. Вот, например, когда осознанно хочу вызвать любовь в себе. Почему? Потому что не могу без любви. Может быть такое, может. И вот тут как раз, вот очень актуально, вот то, о чем, что вот отношения с мамой вызвать любовь. Потому что мне комфортно жить в любви. И могу ли осознанно, и как это сделать? Вот мы, собственно говоря, подходим с вами вот к этому вопросу, откроем секреты любви. Может быть, даже сейчас будет и уместно, чтобы я открыла кое-какие секреты, а вы, наверное, можете дополнить. Да? А как это сделать? Ну, вот я сейчас поделюсь. Но прежде всего нужно, знаете, что сделать? Нужно очень хотеть. Нужно прямо вот очень хотеть именно полюбить. Вот полюбить. Сделать это прям отношением. Понимаете, любовь бывает, ну, как отношение, бывает, как состояние «я есть любовь». Чуть-чуть попозже, вот чуть-чуть попозже, мы об этом тоже поговорим. Вот когда есть прям вот намерение «я хочу полюбить», вот я хочу полюбить. Ну, я приведу, как бы вам сейчас, сначала давайте приведу примеры, приведу примеры такие, которые, ну, вот как-то я все время из своей жизни, мне еще даже немножко неловко стало, но я не совсем из своей жизни, а из жизни, вот допустим, я приводила пример про моих маму и папу. Когда мама захотела, я бы сказала, так глубже полюбить папу, вот она пошла в 4 часа утра, остается на рыбалку. На вопрос, ты мама-то чего? Она говорит, я хочу понять, что в этом находит вот такого он. А потом смотрела, стала смотреть «Спартак», папа болеет за «Спартак» в футболе. Понимаете, это было осознанное желание глубже проникнуться, понять, зажить миром этого человека. Вот это вот то, о чем вот Ольга написала, вот до меня только сейчас вот дошло. Вот расшифровка этих слов. Миром этого человека проникнуться, понять, что он любит и это полюбить. Вот я хочу сказать, какой эпизод был у меня в жизни, ну, скажем так, вот с папой, когда у меня возникла любовь неформальная, а прямо настоящая. Знаете, когда? Ну, первое, тоже глубоко, когда умерла уже мама. Я тоже пошла с ним на рыбалку, он ходил, мы с ним, я с детьми маленькими, папа рыбачит, а я рядом тут с ним не играю. И мне захотелось как-то тоже, я почему до этого не бралась, я червей брезговала в руки брать. Ну, как-то преодолела себя и поймала вот этот, как бы, знаете, кайф. У меня то, что рыбка за рыбкой, рыбка за рыбкой доставалась. Вот, и такие большие красивые, что где-то даже папа позавидовал. Как это я? Первый раз руки удочку взяла и пошло ловиться. Знаете, что произошло? Произошло прямо какая-то радость объединения. И я скажу, вот это что было за родство? Родство по, ну скажем, по ценностям, вот как единомышленник по ценностям. Ну, это только одна грань. Потом возникла еще одна грань. Я сейчас вам приведу ее в пример. Очень попрошу отнестись очень тактично. Когда у меня умерла мама, а так как папа ее любил, и как он ухаживал за ним, и как он как бы до последнего, понимаете, он ее так поддерживал, это только мужественный человек так может, и очень любящий. Вот. И в этот момент времени у нас в доме напротив нашего селится женщина, одинокая. И она начинает моего папу охмурять. Я вдруг вижу, что это происходит очень неожиданно, но у папы как будто в глазах заблестела радость. Понимаете, и после этого соседки ко мне приходили и говорили, ты повлияй на отца, да что это за стыдобище такая, и как он там за моросью ухаживал, и посмотри, что сейчас вытворяет. А у меня, знаете что, а я постаралась его понять, и по идее я же маму-то, я ее вообще очень любила, но я постаралась понять живущего и продолжающего жить человека, которому только 60 с небольшим, и у него такая трагедия. И когда я попробовала вот это понять, у меня не пошло осуждение, а вот просто тихое понимание. И я даже, знаете как, я даже как будто радовалась, что он немного ожил к жизни. У него с этой женщиной ничего не получилось. Но, видимо, то, что я, он почувствовал это, что я вообще не осуждаю, а я даже не разрешаю соседям его осуждать. И вот это произошло, видимо, я не знаю как, на уровне вот какого-то, ну там понимания, единства полей, или чего, как. я просто чувствовала, что пошла вообще любовь. Вот любовь, она благодарность, она с чем-то была смешана. Но это было такое чувство между нами возникло, что оно было обоим нам очень радостно. Ну, я бы просила отнестись тактично, но вы уж меня извините, друзья, потому что я тут могу еще продолжить, что как и о маме мы с ним продолжали говорить, и как вместе эту боль мы перетерпливали, и вообще выживали, можно так сказать. Ну вот просто произошло родство. Сейчас приведу, если разные ценности с мамой. Вот сейчас я вам хочу привести пример совсем изумности, кстати говоря, той, которую обычно тренирую, ну я, например, могу это делать и тренировать, и даже в принципе я планирую это сделать на вебинаре, который, тренинг-вебинар, который я делаю, вернее он у меня уже готов полностью, встретить свое счастье, свою вторую половинку. Вот тренировочка вот эта, которую я обычно делаю на курсах, на таких, как вот обучение, ну короче говоря, назову психологическим термином, обучение подстройки. Я скажу о том, как вообще психологи говорят. Подстройся по телу, подстройся по голосу, я могу объяснить, что это такое. Подстройся по жестам, по позе. Моя излюбленная вещь, она знаете какая? Когда я, это происходит очень быстро. Когда я, во-первых, очень хочу, я как будто саму себя умоляю, полюби, вот прям полюби, вот объединись, пусть возникнет это общение, поле. Знаете, что происходит? И да, вот я скажу, как делаю я, я подстраиваюсь по уму. То есть происходит вот такой момент, что я, например, вижу, что человек смотрит кино. И в этот момент у меня вот просто одна мысль. Вот я вижу, что вот по движению глаз, что ум работает. То есть вот ум у человека работает или увлеченный с чем-то вот в этом фильме, ну например, фильм может быть, или о чем-то говорит. и я вижу, я начинаю, я прям настраиваюсь на ум, что несет, о чем переживание сейчас. Происходит, знаете что, происходит как какое-то объединение полей и начинает неожиданно вдруг, у меня, это вот как бы подтверждение, этому проявляется вот так. У меня непроизвольно начинает угуканье. То есть вот я начинаю угукать тому, что человек говорит. Даже если смотрит кино, и вот то, что было у меня такое, что человек смотрел кино, я вдруг, это видимо, что я как поймала вот мысли его, его чувства, его переживания. И мыслились. Потому что я поймала, я поняла. И как сказать-то, я этого же хотела. С этого момента начинается перестройка в отношениях. И она очень быстрая. Как будто это поле человека, почувствовала, что оно принято. Принят человек. Я поделилась. Вот этим секретом осознанного вызывания любви, вообще взаимности. Вы можете потренироваться. Я бы... Дала это важное задание. Если вы придете на вебинар, тренинг, я его буду делать платным. И прошу вас как бы, ну не знаю, по достоинству ли вашему будет цена, поскольку она как цена, ну скажем там, наращивание ногтей, я хочу взять 2000. Вот. И даже буду вас просить согласиться на эту цену, чтобы я ее не повышала. Потому что, конечно, стоит эта вещь, но я сознательно иду на это, знаете, пусть добудем счастья, полегче. Цена вполне такая, реально приемлемая. Ну как бы для любого человека. Но я думаю, что для людей состоятельных она может показаться как бы там небольшой, потому что я смотрела цену на такие тренинги, но я решила, что ее сделать вот такой. Вот. То есть вот на этом мы, конечно, бы потренировались вот в этом. И осознанность, и вызывание любви, когда вот происходит вот это родство полей. А дальше начинают находиться общие темы, понимаете? И общие темы, и радость общения, и вот уже она любовь, она вообще любовь, потому что все уже идет в этом направлении. Но нужно, нужно держать и стараться держать. Так. Вот такие моменты, которыми поделилась я из своих, скажем так, наработок. Теперь вот некоторые ракурсы любви. Некоторые ракурсы любви. Вы знаете, любовь в себе. И сейчас вам хочу сказать, почему очень важна любовь в себе. Потому что человек, который любит себя, он как бы восхищен собой. Он очень ценит себя. Как вы думаете, что он транслирует другим? Вот другие, что воспринимают, глядя на него? Вот человек несет внутри себя знание, любовь. Да. А если разные цены... Спасибо, Валечка. Спасибо. Спасибо, Галина, за ответ. Но я надеюсь, что я помогла. Я помогла найти вот этот способ. Сначала вот прежде всего попробовать вот действительно что не судить, не осуждать, а просто только хотеть. Вот хотеть найти, вот сделать вот эту подстройку. Я делаю по уму, но я пробовала по голосу. Кстати, у меня очень хорошо получается, я голосовыми связками чувствую, как говорит человек. Но я перечислила много по интересам. Например, там рыбалка. Человек, например, любит готовить. Да попробуйте понять, что она, какой смысл в этом видеть. Может быть, она в эту душу вкладывает. Ну, то есть, вот такие вот подходы обязательно найдутся. И поэтому найдутся темы. Найдутся темы и найдутся, вот как я тут правильно записала, правильно, правильно, это, правильно построенный, по построению высказываемых фраз. По строению высказываемых фраз будет другим. Понимаете? Оно уже обретет больше какой-то ласковости и вот этой открытости. Сказать еще? Или там, или какого-нибудь, скажи еще. Понимаете? То есть, вот это вот, где и открытость, и какая-то и нежность как-то вот еще услышать. Так, ну, давайте, вот осознанность, то есть, не осознанность, а любовь к себе. Вот любовь к себе, человек, наполненный любовью к себе, мы сейчас эту технику с вами сделаем, техника НЛП, обратим вектор любви на себя. Он, его воспринимают, потому что он несет в себе довольство всем в себе. Это уверенность, это открывающийся шарм, когда захочет. Понимаете? Потому что человек не скован никакими комплексами. У него любовь к себе и приятие себя полное. надо шарм, шарм включить, надо юмор, юмор включить. Там надо пококетничать, кокетство включить, там позаигрывать, что-то еще серьезно сказать, еще на место поставить, получится. Вот что такое человек, у которого есть любовь к себе и восторг с собой. Ну, вот как бы я сейчас так чисто планово говорю, а дальше вот еще о чем. Знаете, есть еще такое состояние, которое называется «Любовь не как отношение между людьми, есть любовь как отношение между любви, к которой мы стремимся, стремимся быть именно в отношениях, когда я люблю, я уже говорю, это на каком-то инстинктивном уровне, на природном уровне, потому что даже собака любит, чтобы ее любить». Мы все любят, чтобы любили и любить, потому что собака тоже ластится. Как собака встречает своих хозяев? Велянием хвостика, понимаете, радостно выражать любовь и радостно её получать. Тут же подойдёт, чтобы погладить. Это вот как бы на примере вот, ну чисто таком собака, потому что она очень эмоционально всё это и отражает, и выражает. Но человек устроен так же. Ему радостно принимать любовь и выражать свои чувства в любви. Это то, я сейчас просто даже вот мотивирую вас к тому, чтобы пробудить в себе это желание, выйти из этого привычного как бы круга, и блин, мне и так хорошо, да ничего не хорошо. Вот чтобы начать работать с собой и над собой, над обретением этого счастья. Вот то есть вот любовь как отношение, а есть любовь, как я есть любовь, это из области, знаете, чего, ну как бы высшего пилотажа, эзотерики, магов, там, друидов, просветлённых. Это вот когда я есть любовь, это что такое? Это ведь тоже сознательная работа. Мне очень интересно сделать вообще, поэтому на эту тему сделать просто вообще медитацию, ну то есть транс такой. Я называю транс, как я обычно, иногда перестраиваю себя и говорю привычным для людей словом медитация. И попробовать найти вот такой образ, в котором я есть любовь, которая не обусловлена. Как он на меня посмотрел, хорошо ли, плохо ли, не имеет значения. Вот я есть любовь как состояние, которое держу в себе. Здесь я записала парочку мыслей, мысли вот какие. Так, давайте вот я просто прочитаю уже. Любовь это состояние приятия себя и всего, что окружает, то есть всего и всех. Я есть любовь, то есть человек в рецепторах радостно возбуждённых и довольных всё время. Люблю людей, хоть каких, и смешных, и озадаченных, и ворчливых, и капризных, и добрых, и ласковых, и творческих, и творческих, и щедрых, всех, как радость бытия всего. Люблю жизнь, жизнь, себя, свои желания и способности, свои позитивные векторы. Могу договариваться с животными через любовь к ним. Могу с людьми через осознанную любовь. А вот теперь я рисую образ. Когда я чуток сверху, чтобы не пропустить в себя, не дай бог, их негатив. Чуток сверху. И вот это вот состояние, ничего вы видите, и вот это вот состояние, оно может родить вот эту априорную любовь необусловленную. Чуть-чуть сверху, потому что это очень осознанное чувство. Осознанное состояние отношений. Но это отдельная тема. А сейчас давайте я сделаю вам, а, наверное, давайте я сделаю небольшую презентацию сначала, а потом сделаем технику. Вот у меня готовится вот этот вебинар-тренинг «Встретить свое счастье» вторую половинку своей счастливой семьи. Я вдруг решила написать вот так. Все заинтересованы в создании счастливой семьи, «Если не заинтересованы, то я заинтересовываю». Что я старалась делать. Как известно, волшебник. Ключик у нас самих – это наше подсознание. Как правильно настроить наше подсознание. Вот как бы работа с этим будет в этом тренинге. Программа будет такая. Над усилением мотивации. Ребята, друзья мои, извините, я уже две опечаточки у себя нашла, когда пересматривала. Вот здесь сейчас увидела. Не усиление, а усиление мотивации. Какие подсознательные потребности закроем осуществлением мечты о супруге. Это очень глубокая работа. Может быть, знаете, какая подсознательная потребность? Я что, мама успокоилась уже и не пилила меня, что я замуж никак не уйду. Вот понимаете? Может быть и такая потребность. Так видите, она сработает. Дальше работа будет с целью, особым способом, моим способом. Ну, как наработанным способом, но и открытым, что ли, и проверенным. Дальше работа над любовью к себе, что транслируем, то и получаем, и еще будет. Ну и техники, которые будем делать. НЛП на привлечение, на привлечение любви, на отношения, вот в этих чувствах любви. Будет гипносказка на замужество, транспоактивирование ресурсов, осуществление радости. НЛП техника на скорое осуществление, а также время же тоже надо учесть. Чтобы я намеревался не через 10 лет, а вот, допустим, там уже, ну, где-то дней через несколько. Ну, может быть, пусть там через неделю. Ну, хотя бы ладно, допускаю, через месяц. Ну, чтобы я уже становилась радостной. То есть, вот поближе, как за веревочку притянем. НЛП техники на приручение друг к другу и навыки общения при замужестве. Потому что с того момента, когда говорят, и стали они жить долго и счастливо, почему ты ни одной сказкой не рассказывай, а какими навыками они владели, чтобы жить долго и счастливо. Ну, вот об этом. И про осознанность. Вот такая будет программа. Я ее сейчас так озвучила. И, по-моему, у меня как бы здесь вот то же самое, но чуть-чуть я просто расписала и не стала этот слайд убирать. Ну, в принципе, вот и все. Здесь я нашла одну опечатку. Мечту, свою мечту, а не место. Вот. Так. Давайте поработаем сейчас техникой НЛП. Вот сейчас у нас будет красивая техника НЛП. на, вот на что, на очень важное, приважное, на любовь к себе. Друзья мои, вы готовы? Я прошу вас сейчас сонастроиться со мной. Посмотрите, какое волшебное слово сонастрой. Вот этот сонастрой. Хорошо, спасибо. Давайте мы сделаем так. Вот на выдохе, то есть сначала на вдохе. На вдохе мы чуть-чуть отклоняемся назад, а на выдохе чуть-чуть назад. Вдох чуть-чуть назад. Выдох чуть-чуть назад. Вдох вместе делаем. Мы с вами сонастроились. И уже вошли в трансовое состояние. А сейчас я попрошу вас обе ладошки, обеих рук, располагать. Да, хорошо, я сейчас сделаю погромче. Спасибо большое за подсказку, потому что я как-то обычно этот момент так делаю громче, рассчитываю, что будет нормально слышно. Вот сейчас обе руки, согните их как бы в локтях, так, чтобы вы, ваши обе ладошки смотрели друг на друга. И чтобы они смотрели друг на друга на расстоянии примерно 30 сантиметров. Поводись еще чуть-чуть ладошками навстречу друг другу. Ну, вы, наверное, сейчас подумали, что это то упражнение, которое очень часто делают психологи, когда говорят про чувствуете поле, которое возникло, между двумя ладошками. Ну, мы чуть-чуть другое будем делать. Вот вы сейчас чуть-чуть ладошками поводите, а сейчас вы фиксируете ладошки, так, полукругом, словно между ладонями вашими вы держите круг. Вот вы с закрытыми глазами, вы представили себе, что это вы держите круг. Ну, или шар. А я скажу вам, что это такое, похожее на солнце. Это мы с вами достали составляющую, часть нашей психики, которая называется восторженность и любовь. Восторженность и любовь. Вот мы достали эту часть. Она как солнце. И обратите внимание, что сколько лучиков из центра вот этого солнца идет наружу. Да, во внешнем идут вот эти лучики, стрелочки. Они идут как векторы, направленные во внешнем. Мы во внешнем мире способны восхищаться, восторгаться и любить. Любить людей. Любить красивые стихи. Любить с кем-то общаться. Любить какие-то статьи или какие-то социальные группы. Любить что-то вне нас расположенное. И это здорово, что вот это наше солнце так умеет любить что-то во внешнем мире. Это огромное счастье. Уметь любить и восхищаться, и восторгаться. Но обратите сейчас внимание вот на что. Из центра вот этого нашего, вот этой составляющей нашей психики. Сколько лучиков любви идет вовнутрь, то есть к нам обращены. Это любовь к нам, к самим себе, к нашим способностям, талантам, красоте, умению красиво говорить, умению, когда надо кого-то поддержать, подхвалить, одобрить, быть щедрыми, умению быть разными. Но это любовь. Это любовь к себе, даже к красному, каким я могу быть. Давайте сейчас вот эти лучики, это любовь и к своей внешней красоте, то есть своему лицу, своей душе, своему эмоциональному интеллекту, к своим ногам, к своей фигуре, к своему умению одеваться, к своему голосу. Это любовь к себе. Вот сейчас вот из этого центра должно начать исходить гораздо больше лучиков любви к себе. Вы это осознанно делаете. И это начнет происходить спонтанно. То есть это солнце, которое вы держите в руках, из своего центра начинает излучать любовь к нам самим, принять себя в любви и в восторге. Оценить то, как говорю, оценить то, как общаюсь, как умели любить или хочу любить себя, таланты свои, свои умения, умений, масса. Мы за свою жизнь не столько сделали, значит, владеем этими умениями. Поэтому лучиков должно становиться больше и больше. Пусть все таланты и все умения сейчас вспомнятся. И любовь эта увеличится, усилится. А сейчас делаем еще следующую работу. Вот эти лучики становятся окрашенными в какой-то более яркий цвет. И как будто мы включили жирный шрифт. Для чего? Для того, чтобы наше подсознание и вот этот ресурс, который мы сейчас держим в руках, это солнце. Солнце, любви и восторженности. Поняла, насколько приоритетной мы ставим сейчас задачу больше полюбить самих себя. Потому что чем больше мы полюбим себя, тем быстрее полюбят нас и привлекутся. Но любовь привлекаются. Но любовь привлекаются. Но мы же и способны любить. Вот сейчас эти усиленные нами в цветовом решении, может быть, они стали более желтыми или более красными, или может быть, какого-то благородного цвета. Это любовь к себе. И этот жирный шрифт, мы эти стрелочки прямо видим, этого жирного шрифта. Потому что мы сознательно усиливаем любовь к себе. Это будет происходить до тех пор, вот эта преимущественность вот этой работы. До тех пор, пока вы вдруг не обнаружите, что вы стали говорить по-другому, может быть, более уверенно. И вы более гармонично, спокойно, потому что вы приняли и больше полюбили себя. И осознали свои талантища, свою красоту. Всё в себе, тело своё. Всё. Больше любви. Вы стали столько получать, слышать комплиментов в свой адрес, что вы поняли, да, эта техника, вон как сработала, лучики. Помогли. Эти мощные лучи любви к себе работают. И тогда автоматически любовь, вот в этих лучиках, вектор наружу и вектор к себе, гармонично распределится интенсивно. Это будет гармония и взаимная любовь. Нас и людей этого мира. А значит, и мужчина привлечётся, тот, который желаем сердцем и полюбит вас, вот как раз за то, за что вот этот вектор любви к себе, эти векторы, помогли вам осознать себя, как такую достойнейшую любви, взаимности. Вот такая техника. Сейчас вы можете поблагодарить это солнце. Задачу оно поняло. Задача ему понятна. Подсознание, над чем оно поработает. Вы можете это солнышко, ну вот взять и, ну как, приласкать? А как мы его приласкали? Можем его погладить. Можем сказать ему спасибо. Можем загрузить его в свою сердечную чакру. Всю задачу оно поняло. Так, вот такая техника. Так, мы выходим из трансового состояния. Технику мы с вами сделали. Техники НЛП очень сильные и эффективные. И я думаю, что, наверное, давайте друг друга поблагодарим. Было очень интересно читать то, что пишете вы. Мне это было не просто интересно. Мне это с чувством благодарности за вашу искренность и отзывчивость ваших сердец. За вашу искренность и готовность. Вот как бы готовность, ну и поделиться тем, что так хочется поскорее решить. Получи вот эту радость, удовлетворенность. Мне очень приятны ваши глубокие мысли. Вы буквально обогатили меня. Я благодарна и приглашаю вас на тренинг. Встретить свое счастье, свою вторую половинку для тех, кто хочет осуществить свою мечту о полноценном счастье, своей семье, любви, доверии, надежности, теплоте чувств, кто хочет любить и быть любимым, чтобы выражать свою любовь так, как мы прочитали это в стихах. Так вот, мои контакты можно посмотреть. Еще раз я признательно спасибо большое, Светлана. Конечно, не то, что попробовать, а счастливить какого-то человека. Я уже где-то завидую ему, Ольга. Насколько много любви в женщинах, что тем мужчинам, которые вот войдут в жизнь, какая-то счастливая, осчастливившая и счастливая вторая половинка. Можно даже позавидовать. А с учетом того, что мы еще с вами поработаем над тем, а как, вот выйдя замуж, как, вот как жить, чтобы жить долго и счастливо, при каких навыках, какие еще качества, мы об этом поговорим на этом тренинге. То есть как бы в план входит, вот там вы видели, я показывала вам где-то последний пункт, который называется «На приручение друг другу и навыки общения при замужестве и осознанность». Под словом «Осознанность» у меня тут очень много чего стоит. Ну, просто уже написала кратко. Поэтому все получится и счастье будет. Долго и счастливо. Спасибо всем. При хорошем настроении техника МЛП продолжает свою работу. Кроме техника МЛП, что я делала и какую я цель ставила, это пусть тоже продолжает свою работу. То есть усиление мотивации. Дальше активизируются пусть ресурсы, которые именно и рады будут осуществить счастье, взаимной любви. И замужество, и своей семьи, и себя, как вот этой любимой хозяйки этого дома счастливого, в котором надежная, надежный мужчина с своим надежным умом, надежным отношением, своей любовью, нежностью и силой. Это счастье. Так, я со своими задачами справилась. Поэтому говорю вам большое спасибо. Жду вас. Так, ну, благодарю вас тоже. И где-то даже... Как еще? Очень много чувств. Прямо хочется еще встречаться. Так. Ну и все, друзья. Счастливо. 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 Продолжение следует...